Здравствуйте, уважаемые телезрители! Продолжается вечер на телеканале Видное ТВ. В студию для вас работает Екатерина Коваленко. Сегодня день памяти воинов-интернационалистов. Мы вспоминаем тех, кто отдал свой служебный долг за пределами Отечества. Дата эта выбрана не случайно. 33 года назад, 15 февраля 1989-го, советские войска вышли из Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. А именно 9 лет, 1 месяц и 20 дней. И у нас сегодня в студии ветеран боевых действий в Афганистане, полковник КГБ в отставке и наш земляк Валерий Бодряшов. Валерий Федорович, добрый вечер. Добрый вечер. Наверняка помните тот момент, когда узнали о войне. Для вас поехать в Афганистан – это долг или веление сердца? Ну, вы знаете, ведь афганские события, они не мгновенно развились. Произошло в 1978 году, там практически произошел военный переворот. И к власти пришли новые, так сказать, свежие силы. Во главе республики стал Таракия, а вторым лицом был Амин. И, ну, как при любой смене власти, появились недовольные лица, недовольное население. Тем более, что реформы начали проводиться несколько поспешно, насильственно. Образовалось противодействие. Ну, как в любой государстве, где происходит смена власти, появляется противоборство и силы. Но на тот момент, ведь Афганистан – это первое государство, которое признало нашу Советскую Республику. И с тех пор у нас были с ними замечательные отношения, экономические. Мы там строили фабрики, заводы, там трудилось много наших врачей, педагогов, геологоразведка велась. Чего только стоит туннель, построенный на перевале Соланг, на высоте 3000 метров, трехкилометровый туннель прорубили наши метростроевцы. И со стороны Афганистана нам поступала сельхозпродукция, газ мы оттуда получали. Поэтому были дружественные отношения. И когда развернулось вот это противоборство новой власти, то мы помогали, конечно, новой власти вооруженным. Но, как известно из истории, вы, наверное, знаете, что капиталистические страны всячески помогали оппозиции. В Пакистане были созданы лагеря, где готовили боевиков для дальнейшей заброски их в Афганистан. И вот это противостояние шло. Афганское правительство многократно обращалось к нам, чтобы мы ввели туда войска с целью нормализовать это отношение. Но, прекрасно понимая, какой это вызовет резонанс в международной общественности, мы воздерживались. Но когда эти бандформирования, стала опасность нападения на наших специалистов, потом опасение того, что эти военные действия перекинутся на нашу республику, Таджикистан в частности, была опасность, что туда войдут вооруженные подразделения капиталистических стран. И к тому же АМИН, по нашим оперативным данным, активно стала сотрудничать с американским посольством, с представителями ЦРУ. Было принято решение везти туда войска все-таки. Где вы работали на тот момент? На тот момент я работал в Московском управлении, тогда КГБ СССР, оперработником. И вот в декабре, значит, это все было, так сказать, мы знали об этих событиях. И в декабре, 27 декабря 1979 года была проведена уникальная операция, где 58 спецназовцев КГБ СССР тогда в течение 43 минут взяли дворец Амина. Дворец Амин, где его охраны только было 200 хорошо вооруженных офицеров и подготовленных. А всего охрана составляла 2000 бойцов. К сожалению, 14 человек наших спецназовцев погибли на тот момент, а остальные получили ранения разной степени тяжести. Но тогда Амин был уничтожен, и во главе стал Бабрак Кармаль, лояльно относящийся к нам. Вы служили в отряде особого назначения «Каскад». Расскажите, пожалуйста, что это, какие перед вами ставились задачи? Так вот, да. И я скажу немножко. Вот сейчас война, война афганская. И вот мое мнение, эту войну нельзя было называть. Мы же не воевали ни против афганского народа, ни против его армии. Мы вместе с подразделениями афганской армии уничтожали вот эти бандформирования. И по существу мы 40 лет назад уже приобретали опыт борьбы с терроризмом. Это страшной бедой теперешней, кровавой бедой. Как можно назвать войной с Афганистаном, когда за эти 9 лет с небольшим 360 тысяч обучились у нас различным специальностям в Советском Союзе афганцев. И вот это, поскольку это не было войной, то сложность в чем была. Тогда Юрий Владимирович Антропов издал приказ о направлении туда опытных чекистов с целью ведения борьбы с этим бандформированием. И были организованы группы «Каскад». Одно из подразделений, то есть спецподразделения, их возглавлял я. Задача какая стояла? Значит, приобретать источники среди афганцев. Дальше с их помощью выявлять места дислокации бандформирования, складов, оружия, продовольствия. И дальше эту информацию мы передавали в Советскую армию, и где наши подразделения армейские вместе с воинским подразделением Афганистана уничтожали вот эти места. Причем воевали это мы очень гуманно. Прежде чем нанести какой-то удар, я как командир «Каскада» должен был гарантировать, что вот это место нашей операции находится не ближе 300 метров от кишлака, чтобы не зацепить мирное население. Ваш отряд – это сколько человек? Ой, это даже звучит. Я считался вообще командиром батальона. А весь батальон стоял из трех чекистов наших оперативных, оперативных туристов, ну и 13 солдат, которые просто несли караульную службу, чтобы на нас не напали. Жили мы, находились в городе Файзабаде, это бадахшанская провинция, провинция Бадахшана. Вот жили, это называется в вилле. Вот Файзабад – это вот город такой малюсенький. Это вот центральная улица этого города, представляете? Мы приехали туда, вот такие сельхозработы, когда он сахой. Вот таким образом… Глядя на эти фотографии, они такие, конечно, достаточно… У каждого, что там нет цивилизации. Расскажите, как был организован ваш быт вообще? Как было с едой, с водой? Ну да, мы попали туда, по их исчислению, это 1361 год, я сейчас помню, как сейчас помню было. И вот на таком уровне живут, это феодальный строй. То есть, вот они пашут, видите, как. А как организовано? Значит, мы-то жили прямо в центре этого города практически, а 15 километров стоял советский полк, от которого мы питались. Батальон причислен к нему. И мы раз в неделю ездили туда. У меня было два БТРа, две машины, ГАЗ-66, одна оборудована емкостью для питьевой воды. Мы там в этом полку, мы набирали питьевую воду и продукты. Конечно, с питанием было тяжеловато. Например, вот на мой этот батальон, так громко сказанное, мы получали на неделю где-то 10 банок тушенки, может быть. Но зато разных макаронных изделий было много. То есть, бытовые условия, я говорю, питьевой воды не было. Река протекала Кокче, рядышком с нами, но там просто умыться, ледяная вода. Ну, из нее, конечно, мы не отваживались брать воду. А вот для питания брали, ездили в советский полк. Бытовые условия, конечно, были не очень, со светом была проблема. В городе давали свет только с 7 до 9 вечера. То есть, мы даже выключать им не пользовались. Знали, что 2 часа в день будет только свет. Плюс тяжелые климатические условия. Зимой прохладно, конечно, там было в феврале, а зимой, а летом жарище было до 40, там больше градусов. Если, не дай бог, какие-то ранения были, как осуществлялось лечение? А ранения, вот в советском полку, находящемся у нас 15 километров, там была, так сказать, медсанчасть, если что, то туда. Кто-то заболел, прочее. То есть, медицинская помощь была хорошая? Да, да, там вот в полку целое было подразделение санитарное. Расскажите или о самом запоминающемся бою, вот самый трудный, самый сложный, или, может быть, о первом, какие воспоминания? Вот, вы знаете, я как-то вот, я получил награду за этот Афганистан, за хорошую работу, и как-то, знаете, видимо, человеческий организм, он как-то сам, может быть, оберегает, что ли, я как-то не очень помню вот эти, что-то такое более-менее веселое, как-то у меня осталось. Но я помню первую нашу операцию, когда источник из числа афганцев нам сказал, что знает, где находится склад вооружения душманов, и в горах. Ну, мы поехали в вертолетный полк, чтобы отбомбить это место. Там собрались, как минимум летало, там, по-моему, четыре, если не шесть вертолетов, посадили-то афганцы туда, взлетели, а он, понимаете, в горах-то он по тропам, так сказать, знает все. На вертолет впервые подняли в воздух, он не узнает горы. С трудом нашел. Хорошо, там флаг был мусульманский, зеленый. То есть, был. Ну, отбомбились. Вот это была первая операция. А, ну, еще запомнилось, знаете, что у нас вот эта провинция Бадахшан, чем славилась, у нас там был лазуритовый рудник на высоте, где-то там, это по миру, ну, четырех, наверное, пяти тысяч метров открыто. Добывали лазурит. Этот камень я потом уже узнал. Это поделочный камень, но он, это, оказывается, единственное месторождение в мире. И вот, значит, афганцы на Ишаках, туда, в Пакистан, этот лазурит, а он, по-моему, что-то грамм 8 долларов на тот момент стоил. А тут оружие поступало на это, для их панформирования. И вот была задача, мы находились от советской границы в 40 километрах. И была, так сказать, поставлена задача выдавить вот это панформирование в этом промежутке. К нам вот в Файзабад приехали, приехали танковые подразделения, армии подтянули, приехали грады, вот эти зенитные установки. И началась вот эта, так сказать, атака. Но в горах танки нецелесообразно использовать. И за неделю где-то продвинулись километров на 300. И операцию так и свернули, потому что к тому времени оружия было этих маджахедов много. Но зато после залпов этих градов остались ящики деревянные. Для нас было прям на вес золота, потому что древесины там нет в горах. Там даже афганцы вот на рынке продавали древесину на вес. Мы из этих ящиков сколотили туалет себе, там столы сделали. То есть благодаря этой операции. Вот, собственно, некоторые моменты, которые памятные остались. Валерий Федорович, а что давало вообще силы выжить, выстать в таких нечеловеческих условиях, вдали от семьи, в этом невозможно жарком климате? – Ну, знаете, ну, наверное, я действительно там климатические условия были тяжеловатые, причем навесив на себя эти патроны, вооружения, там запасные эти рожки. И мне помогало то, что я всю жизнь хорошо занимался спортом. Я здесь вот рядышком с нами, в Горко-Клининских вырез. У нас была замечательная школа, где мы активно занялись баскетболом, даже игрались до чемпионов Российской Федерации в свое время. А потом до последнего времени я играл в хоккей ветеранской команды «Динамо». И вот это, видимо, физическое подкатково здорово мне помогло бы. Если бы, конечно, физически я был слабоват, там очень сложно было бы. – А морально? Вот как связывались с семьей, письма? Вот как это все происходило? – Мы только шла переписка, причем нерегулярная. Все через воинскую почту. И то нет-нет писем, потом сразу три придет от семьи. То есть только вот переписка. Правда, когда уже возвращались, мы в Кабуле ждали самолет и вышли в город, мне удалось по международной связи, но по тем временам, это вообще редкость была, это 40 лет назад, удалось переговорить с семьей по телефону. А так вот только телефон, только почта снабжается. – Сейчас уже написано немало книг, снятый фильм «Та же девятая рота». Все-таки в жизни все было намного страшнее, чем то, что мы на экране увидели. – Я бы не сказал, что было все страшнее, но я отвечу вам, есть такая Юлия Друдина, это поэтесса, она такой четырестейший написала, «Я много раз видала рукопашный, раз наяву и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Страшно, конечно, было. Страшно где-то жутковато. Мы, например, с советским этим полком как-то организовали футбольный матч, но это так громко сказано, на такую поляну нашли, там, ну, не поляну, площадку ровную играли, и вдруг садится вертолет, оттуда выносит раненых, окровальных ребят. Конечно, жуткое зрелище. Матчи, конечно, пришлось прекратить сразу. – В стихотворении были упомянуты «Сны». Снятся ли вам до сих пор «Сны» о войне? – Вы знаете, нет. Первое время как-то были, а сейчас нет. Вот там, когда находился, наоборот, мне снилась мирная жизнь. Мама. А здесь как-то… Ну, первое время, сейчас уже нет. – Шурави, так называли уроженцев СССР в Афганистане, скажите, как, в общем, местное население относило вас к нашим военнослужащим, вот, к Шурави? – Ну, к нам относились, понимаете, они, опять же, средневековый, феодальный строй, но относились хорошо, мы всячески помогали им. Вот, например, у нас был доктор в Кундузе, в Централе, он активно лечил местное население, к нему обращались. Мы где-то, так сказать, ну… Вот в Файзабаде у нас было тяжело, я говорю, у них дрова продавались на вес. И мы где-то экономили, там, кому кариасин, кому солярки, да, вот та же агентура, которая нам приходила, они были очень нам довольны и благодарны. И потом, тогда, может быть, у них сильно страна религиозная, и там мулы, или, так сказать, настраивали их против нас, христиан, там, Шурави. И они потом, наверное, поняли, что все-таки какие были русские, там, Шурави. Почему Шурави? Не Шурави, вот я говорю, что ведь на защиту нашей границы, по существу Таджикистана, это была наша граница. Вот молодежь изъявляла желание пойти защищать нашу границу. Опасность распада нашего государства заставила. И вот в моем подразделении даже каскад был таджик, узбек, казах, прибалт. И все мы выполняли одну задачу, не делили по национальности или по вероисповеданию. И не зря же вот сегодняшний день воин-интернационалисты отмечается, как и день победы во всех наших республиках. Мне вот сегодня с утра уже звонили ребята из Таджикистана, поздравляли. Поэтому вот относились как. Когда мы, там же, говорю, мы занимались строительством, вот мои сейчас однополчане некоторые, ну, они, полчане, знакомые, бывали в Афганистане, встречались в том числе даже с главарями этих маджахетов. Они говорят, да, говорят, шурави зря ушли. Строили заводы, были рабочие места, были занятые люди, а сейчас все это ржавеет стоит. И выйдя оттуда, вот говорят, что мы так же, вот, американцы покинули, как и мы. Мы-то неспешно покинули. Мы вышли, когда уже потери были небольшие там. И мы ушли. А, значит, за эти 9 лет нахождения с небольшим в Афганистане, наши, мы потеряли 15 130 человек, военнослужащих, в этих военных действиях. Вот мои знакомые, вот, издали такую книгу, книгу памяти, где вот эти 15 тысяч, они здесь все, вот смотрите, фотографии, где призывался, где погиб. Огромную работу проделали они. Книга памяти такая. Вот погибло 15 тысяч человек. И эта работа продолжается. Вот было и предыдущее издание, там было 14 тысяч. Туда ездят наши ветераны, причем почти нелегально, и останки находят, привозят, идентифицируют. Вот, например, есть, найдите в интернете, 28 дней в плену у талибов. Есть такой полковник, Александр Лаврентьев, который уже 10 лет занимается тем, что ездит, привозит остатки, и идентифицирует. И вот он при очередной поездке туда, где-то вот год назад, и вот захватили талибы, и там 28 дней таскали по кишлакам, требуя, так сказать, его выкуп. И что я хотел сказать? Вот мы потеряли 15 тысяч. Я вот для себя сделал такой, так сказать, анализ. Мы ушли оттуда. Туда вошли американцы и там страны НАТО. И чем стал промышлять Афганистан? Производством наркотиков. К нам, по данным даже, можете посмотреть, это наркослужба, наркоконтроль, ежегодно завозилось до 70 тонн этого зелья. 70 тонн, от которого ежегодно гибло 100 тысяч. 100 тысяч в год. А ведь это молодежь. Вот 100 тысяч в год, и за 10 лет 15 тысяч мы потеряли. Есть колоссальная разница. Вот я считаю, 15 тысяч вот этих героев, иначе их не завод, а двинули на 10 лет вот этот смертоносный конвейер, который у нас. А после 89-го года бывали в Афганистане вообще? Нет, не был я. Не было такого желания там? Хотелось как раз вот с товарищами, которые бывали там, я уже так почти, пытались мы договориться, но тут как раз международная обстановка изменилась, и как-то поездки туда прекратились. А так хотелось бы побывать в Файзабаде, посмотреть, что там с этим городом. Вы кавалер двух орденов Красной Звезды, один из них за службу в Афганистане. Расскажите, пожалуйста, как это произошло, когда вручили, в каком году? Ну, вот первый орден Красной Звезды я работаю в нашем районе, получил здесь. Я долгое время работал в местном отделе КГБ, а потом перешел в московское управление. А второй за Афганистан, вот за это, так сказать, за работу по выявлению этих бандформирований и дальнейшей их ликвидации, вот я получил второй уровень в совокупности вот за эту работу, проделанную мной. И орден 2. Я хотел бы, вот еще заобращаясь к молодежи, значит, смотрите, вот за эти 10 лет почти афганских, 86 военнослужащих получили звание Героя Советского Союза. Молодежь знает их имена? Вот я бываю в школах и, к сожалению, этих мало, да немало никто не знает даже об этом. Вот жаль, что мы не рассказываем об этом. Вот на чем надо воспитывать патриотизм. И наши некоторые журналисты как-то пытаются неуверенно оправдаться за эти события. Надо гордиться этим. Мы защищали интересы великого государства, которое потом распалось. Ведь американцы, смотрите, они во Вьетнаме уничтожили 200 тысяч военнослужащих Вьетнама и до 400 тысяч мирного населения что-то особо не оправдывается, особо их, так сказать, мировое общество за это не журит, не ругает. А мы как-то так робко оправдываемся. Это было, да, мы защищали интересы своего государства. Не могу не спросить, сколько человек из тех, кого вы знали лично, с кем вместе служили, не вернулись домой? Ну вот у нас один не вернулся, Кузьмин Валентин из нашего московского управления, только один погиб. Вот еще в Афганистане тоже он каскад, в каскаде был и вот не вернулся. У нас в управлении памятная доска его есть. Есть такое понятие, как афганский синдром, то есть не каждая психика, даже мужская, выдерживает вот ужас и боль войны. Вот тоже из тех, с кем вы служили, кого вы знаете, были ли те, кто не выдержал, кто сбился потом с пути, не нашел себя после Афганистана? Ну знаете, вот да, ведь и по фильмам мы видим вот эти вернувшиеся американцы, они там проходили какую-то психологическую адаптацию. После Вьетнама. Да, да, да. После Вьетнама. У нас ничего этого не было, даже, по-моему, тогда, может быть, и даже не задумывался никто над этим. А, видимо, какой-то психологический надлом был. Но из вот моего окружения, из нашего, да, был такой случай, когда, вернувшись оттуда, тоже командир одного из подразделений нашего каскада, поработал-поработал буквально несколько, на короткое время после возвратившись и застрелился. Почему? Трудно сказать. Но вот такой случай был у нас. Покончил с собой. Тоже афганец, командир из одного подразделения каскада. Сейчас общаетесь с однополчанами, в том числе из других стран уже. И вообще, какой каскад вот через 40 лет? Ну, мы, вот, во-первых, наша группа каскада, вот, которая была у нас, это каскад группы «Север», мы регулярно собираемся ежегодно. Правда, к сожалению, уже даже мое поколение выбывают. Мои, так сказать, коллеги-бойцы в мир иной. И нас уже не так много остается. У нас было-то вот эта группа «Север», у нас человек 30, и было 5 точек этих каскадовских. Мы собираемся регулярно вот в декабре собираемся на день ЧК, и вот в феврале. Но, к сожалению, в последнее время пандемии нас под Кузьминой не удается. А так мне звонят. Я говорю, вот у меня у нас переводчик был из Бухару, он мне звонит, поздравляет постоянно. И здесь я какое-то время возглавлял организацию «Боевое братство» у нас в районе. Здесь тоже есть афганцы. Вот, например, у меня хорошие отношения как-то сложились с афганцами поселка Развилка. Там Сергей Терешкин, он такой активный и по жизни человек, и они вокруг него как-то группируются, они тоже регулярно собираются. Вот буквально вчера мы были там, в интернете, хорошее мероприятие в школе проводили, как раз посвященное этой дате сегодняшней. Там Терешкин выступил, рассказали ребятам про Афганистан. Они регулярно, там в этой школе Развилковской погиб Соломатин, Сергей. В Афганистане посмертно тоже Орден Красной Звезды, там памятная таблиточка есть на школе, мы вот возложили цветы. Они регулярно, вот эти афганцы Развилковские, ухаживают за его могилой. Так что контакт у нас есть, вспоминаем там, так сказать. А сколько вот примерно человек из вот нашего Ленинского района ушли на войну в Афганистан? Знаете, вот в 19-м году была юбилейная медаль, это получается там 30 лет вывода войск, и через военкоматы, через боевые братства, где-то порядка более 100 человек в нашем районе прошло через Афганистан. Валерий Федорович, вы сейчас входите в состав Президиума Совета ветеранов Ленинского округа и являетесь участником фонда «Правопорядок.ЩИД». Это общественное объединение ветеранов и вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб. Знаю, что вы регулярно проводите встречи с молодежью, те же уроки мужества. Интересен ли молодым людям «Афганистан» вообще эта тема? Они интересуются? Нет, им интересно, когда начинают разговаривать, они сейчас мало о нем где-то, ну, показывают иногда фильмы документальные, много вопросов задают постоянно там про эти операции, ну, и как вообще в органы попало, как в каскад попало. Нет, интерес проявляется, но надо это проводить, мне кажется, чаще. Должна быть регулярно, ведь сейчас стоит вопрос патриотического воспитания, но это надо системно проводить, иначе вот, ну, попал я в школу один раз, когда я еще раз там окажусь, и всех я хвачиваю этих школьников, а так вот, и вот, например, вот я член этой организации «Про порядок щит», эта организация уже порядка 25 лет существует, там наряду с помощью ветеран, причем у нас там очень коллектив замечательный, там герои Советского Союза, разведчики, есть ветераны «Чеченская война», и вот мы, никто не гнушается ходить в школу и рассказывать ребятам про них, вот, например, мы полтора года назад провели среди школьников такой конкурс, к сожалению, он был, этот наш фонд региональный, мы работали только на Москве, но я как коренной житель нашего района, я как-то считал, что не здорово, и подтянул сюда, и у нас сейчас даже подписано соглашение, наша ветеранская организация нашего округа с фондом, и мы это по патриотическому воспитанию, вот, например, я говорю, полтора года назад в московских школах провели конкурс сочинений о ком-то из героев Советского Союза, и потом в клубе Дзержинского собрали лауреатов этого конкурса, ребят, кто-то завоевал, пригласили 30 героев Советского Союза и России, там были стенды героев, они в течение получаса могли общаться с героями, они вручили эти награды, было же очень здорово, почему бы не сделать так, вот я все время идею такую вынашиваю, в наших школах провести вот 86 героев Советского Союза афганцев, дать школьникам написать сочинения о ком-то из них, и так же лауреатов по лауреатам вручат какие-то там грамоты, дипломы ветерана афганской военной, затрат никаких, а полезно будет, ребята будут узнавать о своих героях страны, вот так надо, тогда их имена не будут забыты, да, я все время говорю, ребята, я в свое время тоже как-то скептически относился к уроку истории, многие, наверное, может быть, и вы тоже, а сейчас понял, что без знания истории патриотом не станешь, надо знать историю, нельзя же, наш великий ученый Ломоносов сказал, народ, не ведущий своего прошлого, не имеет будущего, поэтому изучайте историю, пока есть еще живые ветераны отечественной войны, их меньше-меньше, ветераны афганской, вот общаться с ними, они расскажут, что было на самом деле, потому что информация порой идет с искаженным, мы в отечественной войну, уже говорят, там мало-мало участвовали, и вот знание это позволит оценить и сегодняшние события, которые происходят в мире, у нас в стране. Сейчас, кстати, достаточно напряженная обстановка, часто упоминается слово война, вот ваше напутственное слово, как человека, который прошел такую компанию, как Афганистан, военную компанию, чтобы вот нам сказали. Я могу тоже ответить, есть такой человек, я не видел войну, я смотрел только фильм, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным. Это Митяев наш, замечательный этот. Незаметно пролетело время эфира, Валерий Федорович, спасибо за такой теплый, душевный разговор, зная, что вы подготовили нам подарок, если можно, вручите. Вот мы, наш фонд... И расскажите, пожалуйста, что-то. Да, да, да. Мы вот, позапрошлым году, было сто лет нашей внешней разведки, и наш фонд подготовил вот такой альбом, здесь «Во славу державы, без права на славу». И здесь представлен альбом героев Советского Союза времен Великой Отечественной войны, разведчиков, разведчиков. Вот, например, Батян Алексей, это прототип «Майор Викарь», фильм такой есть, где вот он спас крак, фашисты заминировали, он спас. Вот здесь есть Николай Кузнецов, известный тоже разведчик. Вот такой альбом мы приготовили и вот вручали лауреатам вот этого конкурса героев. Позвольте мне замечательное пополнение для нашей библиотеки. Вам можно подпишись, будет? Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли, спасибо за ваш подвиг. Пожалуйста, всегда. А я напомню, что у нас в студии был ветеран боевых действий в Афганистане, полковник КГБ в отставке Валерий Федорович Бодряшов. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова